приветствую вас на своем канале сам себе бензомастер в этом видео хочу вам показать как правильно поменять пружину если у вас оборвала пружину на сцепление бензокосы то есть вот лопнула пружина и у вас начинается появляется какой-то непонятный стук если у вас такое произошло то сразу же сразу переставайте косить я сейчас объясню и покажу почему потому что вот это вот пружина которая оборвала она может у вас попасть под катушку зажигания в этом случае если она попадет у вас под катушку зажигания она может у вас поломать поломать корпус и придется менять тогда полностью весь картер этого двигателя поэтому если у вас такое произошло перестаньте косить остановите и достаньте хотя бы хотя бы достаньте куски пружины ну какие симптомы да то есть ну появился какой-то звук металлический у вас передней части части это первое второе у вас и на холостом ходу начинает вращаться инструмент то есть катушка которая вы косите бобина начинает вращаться вот если у вас такие симптомы то это точно у вас оборвало пружину на кулачках сцепления сейчас я покажу как правильно поставить эту пружину потому что многие не знают и пытаются ее эту пружину натянуть натянуть не снимая кулачки сцепления то есть для того чтобы правильно поставить пружину надо снять кулачки сцепления повторюсь то есть если у вас такое произошло а вам надо продолжать косить вы в принципе можете достав кусочки пружины закрыть и косить на таком но будет у вас вращаться на холостом ходу инструменте как бы заводится она немножко будет с трудом вот смотрите вот я снял снял и вот она пружина то здесь она хорошо попала хорошо попала она прилипла с обратной стороны магнита то есть на магнит с обратной стороны она прилипла вот лопнула пружина так теперь как правильно поставить эту пружину для того чтобы это сделать нам нужно снять кулачки сцепления чтобы снять правильно кулачки сцепления нам нужно зафиксировать поршень еще очень немаловажный момент очень немаловажный момент смотрите то есть у вас зависимости от конструкции стартера от конструкции стартера при такой работе и он может придется снимать либо не снимать вот в данной конструкции этот стартер снимать не нужно потому что здесь стартер усики выходят когда входят зацепление когда вы дергаетесь как это понять то есть вот на снятом передней крышке на снятой вы вращаете в одну и в другую сторону если у вас проворот происходит полностью нигде ничего не цепляет за кулачки стартера тогда вы можете разбирать не снимая стартер если цепляет тогда снимайте стартер обязательно снимайте стартер так значит нам нужно зафиксировать поршень как мы это делаем традиционным способом делаем то есть я выкручиваю свечу выставляю поршень не в самое верхнее положение но ближе к верху сейчас одну секундочку так ближе к верху выставляем и беру веревку на которой навязаны узлы вставляю в отверстие свечной почему веревку с навязанными узлами многие спрашивают я уже отвечал в одном из видео еще расскажу зачем узлы на веревке нужны то есть когда вы вставляете веревку свечное отверстие если у вас не будет узлов то она будет достаточно плотно заходить и очень большое усилие будет передаваться при откручивании или закручивании на поршень вот эти вот узелки они позволяют сделать пустоты такие то есть не полностью заполняют а с пустотами во первых меньше идет туда веревки во вторых вот эти вот пустоты вот за счет того что узелки имеют какую-то такую более мягкую жесткость у вас происходит фиксация и когда вы давите то есть вас мягкая передача тех напряжений идет на поршень вот так зафиксировал я поршень теперь откручиваем винты крепления . болты верну они достаточно могут сидеть хорошо поэтому либо вы берете ключ либо накидной ключ увеличиваете рычаг и откручиваете так сейчас я возьму увеличу рычаг одну секунду я сейчас выключу и покажу так вот я взял трубку надел на ключ и соответственно сейчас мы с вами все пошло вот рычагом я достаточно легко могу это открутить откручиваю эти болты они могут быть на уплотнителе резьбы сидеть поэтому достаточно плотно сидят так вот снимаю один кулачок здесь есть пружинная шайба шайба обычная так кулачок и второй кулачок откручиваю тоже самое пружинная шайба болт вот кулачки кулачки так проверьте еще чтобы второго кусочка но обычно он вылетает но так чтобы визуально проверьте проверьте если второй кусочек будет он прилипнет вот сюда на магнит либо сюда либо где-то здесь будет возле магнита он будет расположен вот я снял кулачки теперь нам нужно поставить пружину так значит показываю как пружины есть двух типов зависимости от того какая конструкция этих кулачков она может быть длинная может быть короткая то есть надо понимать какая у вас пружина то есть либо вы берете образец либо вы берете кулачки и покупаете пружину если у вас кулачки пошла выработка здесь то тогда уже во вы меняете полностью сцепление покажу в чем разница смотрите вот пружина длинная то есть я когда ее ставлю ведь это не от этого сцепления и вот пружина короткая короткую смотрите как мы ее вставляем мы заводим ее вот так вот в кулачки и вот так вот на излом на излом мы ее натягиваем раз все пружина стала пружина стала на сцепление на сцепление и можно его будет устанавливать сюда значит что еще что еще но в данном случае в данном случае ситуация здесь такая что здесь на кулачках на кулачках вот этих вот вот я взял просто похожие кулачки я вам показал как пружину ставить да но вот смотрите на кулачках на кулачках на тех что там стоят есть выработка вот этого ну накладки фрикционные накладки поэтому в данном случае мне придется поменять сцепление сделать его замену то есть я это разберу я показал вам как это сцепление разбирается а теперь возьму новое сцепление и вы его с вами поставить так вот смотрите я взял новое сцепление новое сцепление на этом сцеплении уже стоит ведь кулачки немножко по-другому сделаны если вот так вот их приложить так вот эти вот кулачки сюда то они выполнены немножко по-другому то есть вот это вот отверстие вот это отверстие на тех что стояли чуть ниже поэтому пружина короткая на вот этих кулачках стоит длинная пружина потому что они так сделаны и вот это сцепление которое я буду ставить она алюминиевая она более легкая если это металлическая это алюминиевая более предпочтительно это алюминиевое сцепление оно легче она меньше подвержена скажем вот таким вот проблемам как что будет пружина лопаться и еще что хорошо длинная пружина то есть у нее скажем больше витков и меньше скажем вероятность того что лопнет пружина так как правильно поставить сцепление смотрите то есть у нас вращение коленвала происходит против часовой стрелы то есть нам кулачки сцепления надо поставить таким образом чтобы вот они вращались вот в эту сторону то есть где болт в сторону болта вот таким вот образом ставится сцепление я специально нарисовал стрелки чтобы вам показать как его правильно поставить так значит что мы делаем как правильно его ставим теперь я вставляю болты с пружинными шайбами и аккуратно ставлю сюда шайбы вот теперь теперь я буду прикручивать сцепление почему в таком положении и можно значит первое чтобы шайбы не упали когда вы будете закручивать шайбы снизу не выпали то есть если у вас будет стоять вот эта чашка можно эту всю замену делать и с этой чашкой да если вы уже достали пружину но тогда если она будет стоять коса на боку большая вероятность того что шайба которая находится под болтом у вас выпадет если она выпадет и попадет под эту крышку она обязательно у вас прилипнет на магнета и при первом же после того как вы заведете буквально может сразу может не сразу она точно попадет у вас под катушку зажигания и поломает карту поэтому делается это вот то есть вы в таком положении меняете сцепление меняете сцепление и потом уже дотягиваете его вертикально вот то есть шнур я не вытягивал и достаточно хорошо я затягиваю эти болты чтоб они не открутились все то есть здесь в этом видео я показал как правильно ставится пружина и как меняются кулачки сцепления вот теперь теперь я могу в принципе поменять вернее закрыть это все закрыть это все крышкой то есть работа произведена кусочки пружины достал все вот теперь я собираю окончательно ставлю все винты то есть из-за чего еще происходит то что лопается пружина еще то оно происходит когда вы очень длительное время косите не на полных оборотах то есть косить нужно на максимальных оборотах прежде всего это меньше изнашиваются кулачки сцепления меньше греется вот это вот чашка потому что здесь хорошее зацепление и лучше охлаждается бензокоса то есть вращение бензокосы происходит за счет того что на магнета расположены расположены ребра вентилятора которые и охлаждают этот двиг поэтому чем больше вращения этого магнета тем больше соответственно и охлаждение лучше поэтому косить на максимальных оборотах можете косить с прогазовками то есть отводите косу вы сбрасываете обороты когда подводите к траве то соответственно вы обороты даете на полную на бензокосах часто из-за вот этого что косят не на полных оборотах косят на кнопки фиксации газа очень часто сгорают поршневые на пилах это не встречается потому что на пилах вы не сможете пилить на низких оборотах вы вынуждены давать ей максимальные обороты а на косе когда мелкая трава вы думаете о том что мелкая трава можно ей не давать высоких оборотов можно косить на мал так вот все что я хотел в этом видео показать то есть в этом видео я показал как правильно поставить на кулачки пружину как правильно поставить на кулачки пружину и как правильно снять и поставить сцепление все после того как я закрутил я вытягиваю веревку все косу можно собирать окончательно попробовать ее заводить и отдавать клиенту так значит что еще я сказал в начале то есть если вы открутили стартер потом вы его просто поставить данном случае я старте не откручивал стартер стоял здесь потому что стартер он конструкции такой что можно не снимать не снимать его с косы сейчас я возьму просто такого типа стартера вам покажу почему я не снимал и я взял стартер вот и показываю почему вот смотрите вот если у вас такая конструкция стартера то есть его можно не снимать при замене кулачков почему не снимать потому что вот вы когда тянете у вас вот эти вот металлические усики выходят и они входят в зацепление с ответной частью которая находится на коленвалу то есть если у вас стартер другой конструкции надо снимать но это проверить я уже сказал вы вращаете вращаете за переднюю часть коленвал и проверяйте то есть если он цепляется за что тогда обязательно снимать всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал youtube сам себе бензомастер до новых встреч